Когда до Нового года остается совсем немного времени и хочется всем сердцем проникнуться атмосферой наступающего праздника, у нас есть один проверенный способ. Нужно уютно устроиться в любимом кресле с видом на нарядную елку и раскрыть книгу с новогодним сюжетом. Это важно, ведь читая интересные книги, мы отождествляем себя с героями, проникаемся их чувствами и в своем воображении тоже переживаем описанные в произведении события. Самое главное, что в случае с книгами мы даже можем выбирать, примерять на себя только те повороты сюжета и переживания, которые отзываются внутри. Библиотека номер 18 Северного округа приглашает познакомиться с обзором книг «Рождественские истории». Одной из самых популярных книг о волшебной силе Рождества, конечно, является «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Это известная на весь мир история про одинокого Скруджа, который монетизировал свою жизнь целиком, включая друзей и любимых. У Скруджа своя контора, он много зарабатывает, есть большой дом. Вот только все вокруг именуют Скруджа не иначе, как скряга. В конторе темно и холодно, он заставляет своего клерка работать даже в Рождество, а дом пуст и заброшен. И вот в ночь под Рождество к нему наведывается призрак его единственного друга и коллеги, который уже многие годы мучается в потустороннем мире за свои грехи. А появился он не просто так, а чтобы наставить друга на путь истины. Так что за чудо произошло с героем в одну рождественскую ночь? Ему выпала редкая возможность увидеть свое прошлое, настоящее и будущее. И все это благодаря трем волшебным духам – духу минувшего Рождества, духу нынешнего Рождества и духу грядущего Рождества. Дух минувшего Рождества напомнил Скруджу его детство, как он был ребенком, и Рождество дарило ему ощущение чуда. Дух нынешнего Рождества показал, как Скрудж мог бы провести это Рождество, как весело празднует его племянник, клерк и одна женщина с мужем и детьми, которая когда-то могла стать его женой, а ее семья была бы его семьей. А дух грядущего Рождества открыл страшную тайну. Следующего Рождества может и не быть. Вот такое незамысловатое чудо изменило Скруджа и его жизнь, и он стал добрым и отзывчивым человеком, щедрым не только по отношению ко всем окружающим, но и к самому себе. Словом, эта добрая сказка учит нас добру и тому, что никогда не поздно измениться к лучшему, но главное – это вера в чудеса, иногда они все-таки случаются. Этот культовый рассказ, как ускоритель новогодних частиц, работает безотказно. Но иногда хочется дополнить проверенную вещь новыми впечатлениями, поэтому в нашей создающей новогоднее настроение подборке можно встретить менее известные, но тоже достойные внимания книги, которые помогут зарядиться ожиданием чудес. Главный герой книги Фенни Флэк «Рождество и красный кардинал» – 52-летний Освальд Кэмпбелл. Не слишком счастливый мужчина, потому как был всегда сиротой, вырос в приюте и в последующем не познал счастья семейной жизни. То есть он когда-то был женат, но там не сложилось. У Освальда есть небольшая военная пенсия, одиночество, приобретенный алкоголизм и грустная перспектива нищей старости. А тут еще доктор вынес нешуточный вердикт – эмфизема легких. Напуганный врачебным диагнозом Освальд бежит из холодного сырого Чикаго на юг, гостеприимный городок Затерянный ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хорошего от захолустья он не ожидает, но реальность оказывается совсем не такой, какой он себе ее воображал. Жизнь в Затерянном ручье хоть и размеренная, но весьма необычная и даже странная. И жители городка тоже весьма необычны. Почтальон доставляет корреспонденцию на лодке. В единственном магазинчике хозяйничает маленькая красная аптечка по имени Джек. Дамы городка тайно творят добро, объединившись в эзотерическое общество под названием «Крупные горошинки». А сам Освальд оказывается вдруг главной фигурой местной светской жизни. Он идет на поправку, бросает пить и курить, начинает наблюдать за птицами, рисовать акварелью и обнаруживает, что не просто все еще жив, но ему есть ради чего жить. Вместе с приближением Рождества начинают происходить удивительные события, которые изменят не только жизнь Освальда, но и всех обитателей Затерянного ручья. Роман не случайно назван «Красный кардинал». Это очень красивая, яркая красная птица, символ Рождества в Америке. И эта птица, можно сказать, второй по значимости герой произведения. Без него не проходит ни одно событие городка. Роман Фенни Флэк – настоящая рождественская сказка. Странная, притягательная, теплая и полная самого обычного человеческого счастья. Так хочется, чтобы таких душевных и теплых мест, как Затерянный ручей, было на земле как можно больше. И чтобы в любом возрасте люди верили и надеялись на чудо. И неважно, когда оно случится – на Рождество или в любой другой день. По воле случая перед Рождеством в старом провинциальном доме собирается пестрая компания. Пятеро человек разного возраста, разных занятий и интересов. Оскар, посвятивший всю свою жизнь музыке, недавно пережил тяжкую утрату. Элфрида – в прошлом актриса, ныне пенсионерка. Популярной и востребованной она никогда не была. Капитала не скопила и поэтому переехала в деревню, где жизнь дешевле. Семьей своей не обзавелась, всю жизнь грелась в лучах чужого счастья. Кэрри – племянница Элфриды. Красива, умна, образована, но с разбитым сердцем. Она хочет начать новую жизнь на старом месте. Люси – племянница Кэрри, которая никому не нужна. И Сэм – мужчина в самом расцвете сил с удачно сложившейся карьерой и неудавшейся личной жизнью. Он также хочет обзавестись домом, а в перспективе и семьей. В общем, у каждого свои горести и печали. Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку, тихую, как падающий снег за окном. Это волшебное время, канун Рождества, всем дарит обещание счастья. И само ожидание чуда становится лучшим рождественским подарком. В этом романе открытый финал, и здесь он как нельзя кстати, ведь каждый может придумать свое продолжение. Уже больше четырех лет книга Джеймса Боуна «Уличный кот по имени Боб» возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах. Подарок от кота Боба – это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читателям. До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Небольшая книга Александра Казакевича «Я счастливый Дед Мороз» битком набита чудесами, прямо как мешок Деда Мороза, который однажды утром случайно оказался в машине у автора. И в ней нет ничего придуманного. Это документальный роман про то, как волшебство живет вокруг нас. Главное – его замечать. Журналист телеканала «Культура», киновед и путешественник Александр Казакевич после личной трагедии много лет не праздновал Новый год. Но однажды утром опаздывающий Дед Мороз попросил подвезти его до чистых прудов, пожелал добра и чудес, а мешок забыл, словно эстафету передал. Казакевич увидел объявление, что в одном из московских монастырей волонтеры 31 декабря режут оливье, чтобы ночью раздавать его бездомным. Он приехал помогать и делать репортаж. Пригодился и Дед Морозов мешок, и собственный телефон, по которому звонили отчаявшиеся люди своим родным. Вот с этого момента начинается действительно рождественская сказка для взрослых. Казакевич ездит по следам Николая Чудотворца и везде встречает связанные с его именем чудеса. «Я счастливый Дед Мороз» показывает, как работают законы добра. Стоит только самому начать помогать. Создавать новогоднее настроение помогают не только и ловые ветки, уютные гирлянды, свечи и рождественские мелодии, но и книги с праздничной атмосферой и верой в любовь и добро. Не пропустите и другие зимние истории для ощущения приближения Нового года.